друзья спешу вам сообщить что с 27 января по 4 февраля я участвую буду на стенде в большой выставке ярмарки в нижнем новгороде арт мир 180 участников 30 городов 7000 квадратных метров экспозиции конференции арт перформансы надеюсь будем писать там приедет батой и другие ребята каждый вечер по моему с 6 часов вечера будут костюмированные модели мы будем их рисовать писать будет интересно и конечно я покажу вам свои работы приезжайте пообщаемся живьем попьем чаю буду вас ждать сопроматизм вот ведь старухам дома не сидится никак им бы пироги печь внукам а они все в искусство лезут но я тоже не молодой товарищ супроматизм да и вы наверняка придет время будете в наших рядах чешу так а старухах невежливо или вы думаете что будете жить вечно это ошибка мир устроен так что в силу естественных причин мы стареем и по нам и потом меняем меры но и потом последний может стать первым в мире искусство нет возраста я так считаю есть только качество живописи качество ума и открытое или закрытое сердце в работах и в общении вы думаете что кого-нибудь из пожилых женщина обидели уверен что они закаленные больше вы обижаете себя пока что вы этого не понимаете но придет время но это закон кармы и камень вами брошенный в кого-то прилетит вам бумерангом обратно и ударит очень больно но будет уже поздно лена клейменова вячеслав где именно посмотреть информацию о вашем предстоящем мастер-классе санкт-петербурге хотелось бы присоединиться к мастер-классу я уточню сколько человек я возьму просто мы будем писать в мастерской она небольшая по моему там может пять человек разместиться внутри мастерской есть еще терраса мне сказали что там бы может разместиться десять человек я уточню и скажу точно где это будет в каком районе санкт-петербурга могу сказать что это будет 2 марта это суббота так что я открою уже открыл группу в ватсапе и на сайте я скоро выложу подробную информацию об этом классе там прекраснейший вид на него мы будем писать и пейзаж и я надеюсь внутри мастерской тоже поработаем можем как-то чередоваться придумаем что-нибудь интересное артист-пейнтинг не думали ли вы смените ракурс камеры с этого положения уже сняли довольно много роликов хотелось бы немного другую локацию но я если где-то бываю в других местах другая получается локация а так здесь как-то вот я прижился не такая уж у меня большая развернутая мастерская чтобы здесь гулять и где хочешь лакироваться ну а потом красна ведь из бани и углами а пирогами алекс 56 ну теперь вячеслав кхекхе буду только хвалить и говорить только хорошее раз психологи уверяют что это я о себе ну да я как-то недавно сказал что тоже был какой-то странный комментарий я сказал что чтобы человек не говорил он говорит о себе всегда ну так утверждают психологи а вы знаете алекс у меня долгое время в кошелёчке лежал такая ну такая бумажка но чтобы она не сминалась картоночка где было написано только хорошее переворачиваешь там тоже самое написано то есть она но попадается тебе и ты вспоминаешь что ну эту идею что если ты хочешь кому-то сказать плохое раз наткнулся но не говори зачем все течет так как течет а вот хорошее сказать но лучше хорошее но мне это очень помогало потому что я такой горячий раздражался на кого-то может быть там и кому-то кого-то обижал были времена а потом постепенно постепенно я понял что ну я же себя просто показываю в не лучшем виде я этого не замечаю когда говорю кому-то но потом зачем даже если есть у меня плохая сторона зачем ее открывать то но лучше с ней расправиться перемолоть ее трансформировать в муку и рассеять чтобы вообще не было ничего такого негативного юрий тертычник уткнулся я слава в некий тупик не чувствую ни форму ни объем не могу убедительно написать увы а уже ведь восьмой год пошел моей живописной жизни юра приезжал ко мне на класс в ригу из швеции и мы прекрасно поработали пообщались надеюсь что еще увидимся на классах или или так просто в жизни юра но из тупика же нет выхода ты же вот уткнулся но надо единственный выход это назад идти искать другую дорогу надо назад пойти посмотреть где не так в чем причина что не так что не так ты делаешь где ошибки нужно их разбирать каждую в отдельности но то что ты выдавал это очень смелые решения такие цветовые я помню отлично рисунок юра нужно заниматься рисунком я думаю начать с этого ну а то что восьмой год пошел дак это просто только начало есть люди которые всю жизнь художники я имею ввиду художники мастеровитые уже так маститые которые просто спиваются из-за того что в тупике такая область это бесконечная борьба с самим собой причем с тем что ты делаешь и тебе не нравится в какой-то момент и ты перерабатываешь себя перелопачиваешь и опять упал и опять поднимаешься идешь дальше объем не чувствуешь форму ты знаешь попробую лепить лепить если ты не чувствуешь объем но портрет я не знаю кстати может быть какие-то натюрморта тоже но вспомним где он же тайную вечерю прежде чем писать он вылепил каждую фигурку но всех апостолов и всякоп компоновал ставил и как вообще родилась эта картина его он забросил эти все фигурки куда-то там в чулан в подвал и потом с лампой с керосинкой зашел туда и они так были снут набросаны и он замер потому что он увидел такое освещение которое ему нужно и сам он как раз был этой фигурой иуды которые на переднем плане с этой лампой и моментально работа склеилась все сложилось но видишь он забросил это тоже может я не знаю 8 лет прошло я не уверен но это нормально затык пыл давай попробовать начать лепить формы объем чтобы почувствовать был пластилин можно глину но сейчас продается я думаю ты с этим справишься либо накопать как пойти на карьеры глины накопатель просто просто поработать для ну как ученические такие вот формы полепить фигуру портрет руки кстати ну что хочешь и будешь сразу видеть объемно моментально но это помогает действительно если у вас друзья есть какие-то советы юрий подскажите пожалуйста друзья я проведу класс на академичке с 8 по 11 февраля присоединяйтесь зимой попишем деревенские мотивы очень красиво предлагаю вам посмотреть четырехминутный ролик из калифорнии где я проводил класс в девятнадцатом году называется местечко морага а 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 Продолжение следует...